Всем привет дорогие друзья! Наконец-таки закончился станком. Всю механику сделал, установил механику, точнее привод установил на ось Y, как с одной стороны, так и с другой. Сюда винты я установил 20 мм с шагом 5. Длина винта получается 2 метра. Установлено вот на таких подшипниковых опорах. Они как могут прикручиваться напрямую к металлу, но у меня тут получается зазор, так как для шага двигателя тоже приобретал вот такое крепление и получается тут зазорчик. Из-за этого сделал такие уголки, в принципе с уголками намного удобнее. Для опор просверлил отверстия и еще напильником расточил, чтобы имелась регулировка, чтобы можно было выставить винт параллельно рельсам. Наверно потом доработку я еще... А кстати по доработке, что я сделал еще? В опорах идут отверстия просто сквозные, без резьбы. Так получается, что вот эти отверстия под болты М6, а вот эти отверстия под болты М5. Я решил в этих отверстиях просто нарезать резьбу под М6 и спокойненько на болты прикрутить, без всяких гаек. Вот сейчас думаю, может быть на ОСХ тоже так же сделать, когда буду разбирать, тоже нарезать резьбу и потом прикрутить просто на болты. Посмотрю, когда буду разбирать, если желание появится, то я сделаю так. И также решил, чтобы гайки никакие не накручивать, для шага двигателя тоже сделать резьбу в этих ушах. Конечно, ушки очень узенькие, маленькие. Ну, в принципе, надеюсь, что болты выдержат этот двигатель. Здесь передача на портал идет через гайку и через вот это крепление на портал. Здесь подшипник опора тоже таким же способом сделано. Да, тут маленько надо будет доработку, наверное, сделать. Вот такое крепление шагового двигателя с винтом, мне кажется, будет очень мало, слабовато. Планирую просверлить отверстие и сточить у винта одну поверхность, одну плоскость сделать, а у шагового двигателя уже есть эта плоскость и просто прикрутить болтики, чтобы шаговый двигатель не проворачивал. А то есть будет проворачивать, считай, сразу шаги потеряются и будет весь портал на перекос идти. А это нежелательно. И, наверное, так везде я сделаю. Ну, уже окончательно, когда будут собирать, все это подрегулирую. Сейчас по плану убраться в гараже полностью, все подмести, все инструменты унести по местам, оставить только инструмент для того, чтобы разобрать станок. Разбираю станок, обрабатываю его, зашкуриваю все от ржавчины, потом обрабатываю на преперезавателем ржавчины и подготавливаю к покраске. Красить я буду в такие же цвета, как сделал на 3D-модели. В принципе, достаточно красиво получается и я уже, на самом деле, купил эту всю краску. Получается синий и будет у меня черно-матовый. Также у меня еще пришли каретки для портала дополнительные. Сегодня я не успел забрать, так как воскресенье, короткий день. Завтра вот заберу сразу и покажу, наверное, какие каретки, и когда буду разбирать их уже сразу установлю. Так, это новый день. Вчера успел убрать инструменты все, отставил только нужные для разборки станка. Маленько разобрался здесь, все разместил по углам. Сейчас остается по мелочи убрать железки, подмести и буду разбирать станок. Также пораньше съездил на почту, забрал посылочку, пришли вот такие каретки для портала. Сейчас портал на четырех каретках ездит и плюс еще четыре каретки я установлю. Как раз я буду разбирать, дойду до этих креплений и сразу же насверлю отверстие для кареток. Все, начинаю дальше убираться и буду разбирать станок. Наконец-то вчера с покраской закончил, все подготовил, прошкурил, преобразователем ржавчиной обработал, прогрунтовал и покрасил. Получилось два цвета, синий, такой прямо насыщенно-синий и черно-матовый. Вот всякие мелочухи, уголки. Тоже два цвета покрасил, здесь это синий, где-то черный. Сегодня денек даю просохнуть, хотя уже краска все высохла, можно было бы собирать, но пусть краска денек окрепнет еще. А сегодня уже займусь электрошкафом. Вот такой электрошкаф давно уже приобрел, приобрел его по цене металла. Шкаф очень-очень здоровый. Конечно, была идея его уменьшить наполовину, но не знаю, стоит мучиться, не стоит. Думаю, расположу электронику, посмотрю, как тут она будет располагаться. Может быть, я оставлю лучше так. В принципе, в планах всю электронику сюда запихать. Это частотник, все электрокомпоненты для чпу станка и также еще компьютер. А в дверцу врезать монитор. Монитор, сделать полочку для клавиатуры и мышки, ну, чтобы полностью электрошкаф задействовать, если уж я использую такой огромный. Сейчас по плану снять всю краску этого шкафа. Снимать буду, наверное, вот этой смывкой специальной. Намажу все, и краска должна спучиться, и аккуратненько шпателем ее я сниму. И также все отверстия, которые мне не нужны, или которые сейчас нужны будут, я расширю, а если которые не нужны, все их заварю. В принципе, такой план. Это видео, наверное, сейчас заканчивается. В следующем видео уже вы увидите полностью станок в сборе, и, может, частично уже электрошкаф готовый. Так что, всем пока!